Сейчас за 10 секунд я назову все плюсы счета для бизнеса в Тинькофф. Считайте. Бесплатный сервис для работы с маркетплейсами, инвестиции для бизнеса, решение по кредиту от 2 минут, переводы физлицам без комиссии до 15 миллионов рублей, безлимитные межбанковские переводы и... Не успел. Но вы можете узнать больше на сайте, а еще получить полгода бесплатного обслуживания счета. Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет действительно интересное и удивительное видео. И такого на канале не было. Вот 100% вам могу это гарантировать. Я сам, когда узнал схему и замуту, про которую сейчас буду рассказывать, очень сильно удивился. Потому что она соответствует духу времени. Она соответствует сегодняшним реалям автомобильного рынка. Когда? Да. Некоторое время назад в Россию из различных стран мира, практически из любой страны начали ввозить автомобили. Причем повезли в довольно большом объеме. Пошел так называемый серый импорт, параллельный импорт. Если раньше в каждом доме, в каждом подъезде был свой автоподборщик, то сейчас точно так же в каждом подъезде есть свой перегонщик автомобилей. И когда пошли все вот эти движения по пригону автомобилей на заказ, по продаже автомобилей уже привезенных, кто-то сказал, открылось замечательное окно возможностей для того, чтобы заработать много денег. Кто-то сказал, открылись прекрасные перспективы, купить хороший автомобиль в хорошей комплектации, по абсолютно адекватной цене, с прозрачной историей, ну, например, из Германии, из Кореи, оттуда, отсюда, из Китая. И люди начали действительно радоваться такой возможности. А я сказал, что открылось огромное окно возможностей для мошенников и обманщиков всех мастей. Я сказал, что будут тысячи обманутых, будут десятки новых схем. И что? Само собой, так и получилось, как я, в общем-то, и предполагал. И сегодняшняя история, яркий пример тому, как на сегодняшний день можно очень круто вляпаться, влететь просто на огромные деньги, либо заказав автомобиль из-за границы, либо, вы сейчас очень сильно удивитесь, купить автомобиль, который уже привезен из-за границы и находится на территории Российской Федерации. Потому что многие люди думают ошибочно, что кинуть могут вот где-то в процессе заказа. А то, что здесь можно купить и попасть, об этом мало кто задумывается. Мне обратился человек, который рассказал, что его кинули по очень интересной, очень хитрой схеме при покупке автомобиля из Кореи. Но это только верхушка айсберга. Потому что, когда мы начали общаться с товарищем, мы поняли, что не только его отработали по этой схеме, точнее, я понял, потому что он-то все понял для себя уже давно. Отработали гораздо больше людей на просто баснословную сумму. Итак, как строилась схема и как всех кидали? Человек решил купить автомобиль из Кореи, потому что его привлекали комплектации, его привлекала стоимость, курс валюты просел на тот момент, когда он заказывал автомобиль. И он решил найти какую-то организацию, которая, в свою очередь, занимается подбором автомобилей в Корее и доставкой в Россию. Таких организаций очень много. Кто-то работает по предоплате, кто-то работает по большой предоплате. Но человеку очень сильно повезло, потому что он нашел объявление, где организация, компания предлагала заключить договор на поиск и доставку транспортного средства без какой-либо предоплаты. То есть, они сказали, что все наши интересы будут включены в стоимость автомобиля. Мы с вами подписываем агентский договор, вы нам сегодня ничего не платите, и завтра вы ничего не платите. А свои деньги мы отработаем уже в процессе доставки автомобиля. Но вроде бы как нормально, вполне, почему бы нет. Человек заключает договор и начинается работа по поиску автомобиля. Изначально он хотел купить Kia Mahave, потом по каким-то причинам они переориентировались на Santa Fe, выбрали какие-то подходящие варианты и настал момент покупки автомобиля. Для того, чтобы в Корее все правильно оформить, потому что это свой процесс, там свои движения, надводные, подводные, надо знать, как все это работает. Так вот, фирма из Владивостока, с которой был составлен договор агентский, говорит своему заказчику, которого зовут Сергей, Сергей, смотрите, значит, автомобиль мы с вами нашли, и им будет заниматься наш партнер, который находится в Корее, уже там зарегистрирован, и на месте все вопросы будут решать. Поэтому, что мы с вами делаем? Вы заключаете прямой договор вот с этой фирмой, с поставщиком корейским, и им оплачиваете по инвойсу стоимость автомобиля. Автомобиль стоил, вот сейчас, чтобы прямо до копейки вам сказать, по-моему 29 445 долларов. Но если я ошибся, там буквально совсем чуть-чуть, вы сейчас в инвойсе можете увидеть. Так вот, вы им оплачиваете стоимость автомобиля, и вот в эти деньги уже включены наши комиссионные, и точно так же доставка до Владивостока. Заключают договор, Сергей заключает договор с корейской фирмой, действительно, со своего счета в райфайзенбанке оплачивает им стоимость автомобиля. получает все необходимые документы, что платеж прошел, у него на руках все эти документы имеются, и скорее ему сообщают и рапортуют, что да, мы деньги получили, автомобиль мы для вас выкупили, мы его оформили, и отправили во Владивосток, к нашим партнерам, то есть тем самым ребятам, с которыми вы заключили агентский договор. То есть сейчас получается схема на троих. Сергей, агентская контора из Владивостока, и корейцы. Корейцы отправляют во Владивосток автомобиль, и дальше мяч попадает уже на сторону этой команды. Они принимают машину, и Сергею присылают все необходимые фотографии, говорят, смотрите, вот она пришла, все хорошо, дальше будет у нас с вами работа строиться следующим образом. Нужно машину растаможить. Таможить мы ее будем на своего человека из Владивостока. Ну, таких людей обычно называют дропами, их называют вешалками, по-разному, в общем, смысл сводится к чему. Берется человек, которому платят какую-то небольшую сумму денег, и на него таможат машину. Так вот, мы будем таможить на своего дропа. Так будет удобнее, так будет комфортнее. Нет, ну, конечно, если вы очень хотите, вы можете прилететь во Владивосток, вы можете у нас здесь пожить 2-3 недели, потому что очереди на таможне очень большие, если вы готовы, пожалуйста. Но зачем все усложнять? Мы вам отправим заверенную копию паспорта человека, на которого мы таможили машину, получим ПТС, ЭПТС, и дальше вы, соответственно, забираете автомобиль, транспортная компания, машина к вам приезжает, и уже будет весь комплект документов, в том числе договор купли-продажи от дропа на вас. Ну, это абсолютно рабочая схема. Она, ну, я не хочу сказать, что она неправильная, она действительно очень рискованная, она с различными там подводными течениями, но, к большому сожалению, она настолько массовая, что к ней уже стали относиться просто как к чему-то обыденному. Сергей говорит, хорошо, дроп значит дроп. И ему сообщают, что нам нужно от вас получить 474 тысячи на таможню автомобиля, то есть таможенный платеж, плюс все дополнительные платежи, которые нужно будет внести в таможню. И вторая сумма будет составлять 87 тысяч рублей. 87 тысяч рублей это исключительно комиссия брокера, ну, потому что вы же понимаете, что этим будут заниматься специально обученный человек, который имеет свои потайные ходы, знает, куда зайти, как заполнить бумажку, чтобы не получить отказ. Сергей говорит, ну, хорошо, здорово, давайте выставляйте мне счет, я вам пришлю деньги на ваш счет, либо на счет брокера. И они ему говорят, Сергей, оно все, конечно, хорошо, вы можете прислать деньги на счет брокера, вы можете на наш счет прислать, но мы сталкиваемся в последнее время с проблемой, это серьезная проблема, платежи приходят с большой задержкой, иногда платежи возвращаются к отправителю, а нам нужно ускорить, то есть время, 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 все упирается в то, что вы будете ждать неделями и месяцами. Поэтому давайте мы не будем рисковать с переводом на брокерский счет и сделаем с вами абсолютно по-другому. Вы, сейчас, внимание, следите за руками, делаете QR-код в приложение банка в Тинькове и в этот QR-код вшиваете сумму таможенного платежа, то есть те самые 474 тысячи. И по этому QR-коду в течение одного дня наш человек получит деньги, снимет деньги в банкомате и отнесет их в таможню. И вторую часть оплаты вы переводите уже на банковскую карту физлица, то есть вот эти посредники, агенты из Владивостока, они никаким образом по своим счетам нигде не фигурируют. Сергей говорит, ну хорошо, без проблем, делает QR-код, генерирует, вшивает в этот QR-код 474 тысячи. И здесь нужно отметить такую особенность, что если вы делаете банковский перевод, то он идет адресный, он идет именной. То есть вы переводите на конкретного человека, да, вы переводите на конкретный счет. У вас есть подвязка к финальному получателю. В данном случае QR-код, он генерируется без каких-либо подвязок фамилии, к имени, к отчеству. И человек, получив этот QR-код, действительно снимает деньги в банкомате. Всю сумму. Причем есть информация, во сколько сняли, где сняли, но нет информации, кто это сделал. И вот здесь вот у вас может быть ложное ощущение того, что вы поняли, где товарища кинули, что его кинули на 474 тысячи. Нет, друзья, все гораздо интереснее. Наберитесь терпения, сейчас я вам расскажу. Так вот, деньги сняли. Их действительно отнесли в таможню. Затаможили машину, прислали заверенную копию паспорта дропа и запустили процесс оформления ЭПТС. ЭПТС оформляют и отправляют точно так же Сергею. Пожалуйста, ЭПТС готов, есть номер. Он активный, действующий. Все, машина готова для того, чтобы мы ее отправляли к вам. И да, кстати, у нас есть замечательные партнеры, также во Владивостоке, транспортная компания, которая сделает вам хорошую скидку. И доставка автомобиля для вас будет стоить значительно дешевле, чем у конкурентов. Но машина будет идти чуть дольше. Да, есть более быстрые варианты, за три недели, но это стоит в два раза дороже. Поэтому, в общем, мы все сделаем под ключ. Нам платить ничего за это не надо. Будете напрямую рассчитываться с компанией, которая доставляет автомобиль. И кроме того, вы заплатите исключительно тогда, когда увидите свой автомобиль. То есть по получению. Предварительно никаких предоплат не нужно. Вас все устраивает. Сергей говорит, устраивает. Ну, почему не устраивает? Хорошее предложение. Что делать дальше? Куда звонить? Вам позвонят, с вами свяжется менеджер транспортной компании, все решат. Ждите. Проходит действительно несколько дней. Сергею звонит человек, который представляется менеджером транспортной компании. Он говорит, Сергей, здравствуйте, мне передали ваш заказ. Мы готовы поставить автомобиль на автовоз. У нас действительно будет рейс в сторону Москвы. В том числе мы повезем еще автомобили туда-туда-туда. И вы готовы? Сергей говорит, конечно, готов. Ну, чего уже тут не готовым-то быть? В принципе-то весь путь пройден. Осталось только получить долгожданный автомобиль. Ему говорят, замечательно. Тогда мы вам сейчас пришлем договор. Вы этот договор почитаете. Вы его подпишете. Пришлете нам. И будем готовить ваш автомобиль к отправке. И здесь отдельно стоит отметить, что абсолютно все договоры в этой схеме, они заключались исключительно дистанционно. То есть они заключались через электронную почту. Один подписал, поставил штамп. Второй подписал. Отправили туда, отправили сюда. Лично никто ни с кем не встречался. Потому что заказчик находится в Москве. Две конторы находятся во Владивостоке. Третья вообще находится в Корее. Поэтому все делалось исключительно по электронной почте. Проходит некоторое время. Тишина, молчание. Сергей звонит менеджеру в транспортную компанию. И задает обычный вопрос. Здравствуйте. Вы про меня забыли, наверное. Чего вы мне ничего не рассказываете. Где моя машина. Как вообще все происходит. Ему говорят. Нет, давайте мы ждем. Все нормально. Сейчас автовоз возвращается из Москвы. Он недавно уехал в рейс. Он вернется. Мы через пару-тройку недель ваш автомобиль погрузим и отправим. Тянут время. Но все-таки наступает тот самый долгожданный момент, когда ему сообщают, что машины грузим. Пожалуйста. Ваша точно так же стоит уже на автовозе. Она опломбирована. И в доказательство того, что действительно машина готова к отправке, присылают видео автовоза, присылают фотографию машины, присылают пломбы на дверях, то есть она обклеена. Также сообщают, что в автомобиль положили предварительно таможенную приходную ордер, положили заверенную копию паспорта продавца, положили договор купли-продажи, пустой, без даты, потому что автомобиль будет ехать долго. И когда он приедет, договор уже фактически будет той датой, когда нужно будет платить штраф. Поэтому вы сами впишите дату от руки и придете в ГИБДД. Вполне стандартная, я не скажу, что нормальная, но вполне стандартная схема, как это все работает. Товарищ начинает ждать свой автомобиль. Проходит некоторое время, и ему приходит доступ в личный кабинет. И это не просто какой-то там личный кабинет, это личный кабинет транспортной компании. Он переходит на сайт, красивый сайт, все грамотно оформлено, есть карта с передвижением автовоза, и он может в режиме реального времени отслеживать, где находится его автомобиль. Вы представляете себе, до чего технологии дошли? Но это на самом деле круто. Вот без всяких шуток, без иронии, это действительно круто. Твоя машина едет, и ты можешь смотреть, как она проезжает. Один город, второй город, третий. И, в общем-то, спокойно ждать, рассчитывать, когда этот автовоз приедет к тебе. И дальше затягивается ожидание, длительное, мучительное, потому что Владивосток от Москвы находится далеко, но как-то еще так получается, что автовоз едет очень медленно. Он едет в какой-то день 250 километров, в какой-то день он едет 300 километров за день. Водитель ночует, и вся вот эта вот огромная телега с машинами, как гусеница, как черепаха, медленно-медленно ползет по карте на сайте транспортной компании. Но, тем не менее, человек смотрит, все нормально, едет машина, чушь тут. Проходит еще какое-то время, и Сергей говорит, ребят, ну что-то как-то мне вся эта история не нравится, давайте как-то форсируйте, может быть, вы где-то сгрузите автомобиль на полпути, я просто приеду, сам его заберу, потому что я жду, а машины нет. Ему в транспортной компании говорят, ну чего вы горячитесь, все хорошо, но вы же видите, едет автомобиль ваш, едет автовоз, да, были некоторые заминки, где-то получатель не приехал, пришлось его ждать. Ну не ваша же одна машина едет, у нас целый автовоз. Где-то нужно что-то разгрузить, где-то назад поставить. Все хорошо, расслабьтесь, ждите, скоро ваша машина приедет. Но полностью расслабиться и отпустить ситуацию Сергею так и не получилось, червь сомнений все-таки его продолжал грызть изнутри, и он делает ход конем, это просто гениально, вы знаете, ну наверное это на уровне какого-то подсознания, у него же есть номер ПТСа, он берет номер ЭПТСа и проверяет на официальном сайте, и не верит своим глазам. Оказывается, по автомобилю уже прошли регистрационные действия, то есть совсем недавно автомобиль был в ГАИ, и он зарегистрирован. А по всем данным слежения, автомобиль находится бог знает где, и он все время двигается. Само собой, Сергей перезванивает в транспортную компанию, и говорит, товарищи, я не понял, что вообще произошло, ну-ка дайте-ка мне пояснение, пожалуйста, по вот этой теме, и скидывает им скрин. Ему говорят, Сергей этого быть не может. Ну просто ЭПТС что-то накосячил, ну просто какая-то информация подтянулась неправильно, какой-то глюк системы, ну вы взрослый человек, ну вы же понимаете, едет ваша машина, вот она под Владимиром стоит. Но Сергея подобный ответ не устроил, и он решил убедиться в своей правоте, либо все-таки подтвердить слова менеджера транспортной компании. И обращается к своему другу из ГИБДД, и говорит, слушай, проверь, пожалуйста, мою машину, что тут какая-то странная ситуация, есть запись, вроде бы как, как будто машина встала на учет, ну такого технически быть не может. Друг проверяет и говорит, да, Сергей, действительно, твой автомобиль встал на учет. Сергей говорит, наверное, во Владимире. А товарищ говорит, нет, не угадал, в Ростове. Твой автомобиль в Ростове встал на учет. Информация есть в базе ГИБДД, и это никакая абсолютно не ошибка. Сергей, само собой, сразу же перезванивает менеджеру транспортной компании и говорит, что вы из меня делаете, дурака? Ну-ка, скажите-ка мне, срочно, где находится мой автомобиль? Я сейчас приеду, я по карте вижу, что он стоит во Владимире, автовоз стоит во Владимире. Я сейчас же приеду туда, на место, и заберу свою машину. Подготовьте, пожалуйста, все к моему приезду. Ему говорят, нет, ну так дела не делают, ну как? Вы приедете, вы там что-то заберете, ваша машина стоит самой первой, за ней стоят еще другие, значит, автомобили. Нам нужно все сгрузить, разгрузить, этим никто не будет заниматься. Подождите, машина приедет. И друг ваш, вам дал абсолютно не ту информацию. Сергей говорит, хорошо, ладно, не могу забрать, ну-ка, пришлите мне быстро фотографию автомобиля с автовоза, и пришлите мне фотографию номера под лобовым стеклом. И ему действительно присылают фотографию автомобиля, и присылают фотографию номера под лобовым стеклом. Но здесь большой-большой вопрос, когда были сделаны эти фотографии, в принципе, вообще, потому что он получил просто в виде сообщения в мессенджере, в WhatsApp, и там не подписано, когда и где именно по датировке сделана эта фотография. Ему говорят, вот ваша машина, вот ВИН автомобиля, все, успокойтесь, ждите. Проходит некоторое время, Сергей заходит опять же на сайт, но здесь все измеряется, ну, может быть, не часами, днями, буквально днями. Сергей заходит на сайт транспортной компании, хопа, а сайта нет. Все, испарился, как будто бы его и не было. Дальше Сергей звонит в эту транспортную компанию, причем не менеджеру, потому что до менеджера он теперь дозвониться не может, менеджер тоже не алло. Он находит номер телефона, центральный, в интернете звонит и говорит, так-то, 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 что случилось? Вы что из меня идиота делаете? Где моя машина? А в транспортной компании говорят, товарищ, вы кто? Вы вообще кто? Мы вас не знаем. И тут Сергей понимает, что не то, чтобы все пошло не так, а пошло все абсолютно не так. Он показывает договор на перевозку транспортного средства. А ему говорят, мы с вами не заключали этот договор. Мы скажем вам вообще по большому секрету, что мы в этом году в принципе не занимались автомобильными перевозками. Мы сейчас весь свой фокус внимания переместили на железнодорожные перевозки. И кто с вами заключал вот этот договор, мы понятия не имеем. И кстати, Сергей, вы наверное не знаете, но здесь есть такой тонкий нюанс, вы не первые нам звоните с этим вопросом. И здесь Сергей понял, что он попал далеко не один. Начали искать, начали разбираться, связались с компанией в Корее, в Южной Корее само собой, задали вопрос, где наши машины, и в корейской компании Сергею сказали то же самое. Сергей, мы отправили автомобили, мы выполнили полностью все обязательства, мы их действительно купили, мы их передали во Владивосток, но вот этот вот партнер, с кем мы работали, он куда-то испарился и исчез. И произносят очень интересную цифру. Вы не один, вас 20 человек, 20 человек кинули, потому что именно 20 автомобилей мы поставили вот этой прокладки во Владивосток. И мы сами в шоке, мы не знаем, что происходит, мы не знаем, где эти автомобили, нам звонят люди, такие же, как вы, причем звонят по всей России клиенты, кто-то из Воронежа, кто-то из Иркутска, кто-то из того же Владимира, кто-то из Санкт-Петербурга, звонят люди и говорят, где наши автомобили. И мы сейчас разбираемся, где наши автомобили. Итого 20 человек, минимум пострадавших от одной схемы. Начали собираться в группу пострадавшие, начали переписываться, начали делиться своей болью, начали делиться впечатлениями и ощущениями от произошедшего, у кого какие дела возбуждаются уголовные, у кого не возбуждаются. На сегодняшний день, вот именно на момент съемки, вы должны понимать, что ситуация меняется очень динамична. Мы можем закончить съемку, я могу взять телефон, мне придет какое-то сообщение по той либо иной ситуации. Но вот в данную минуту времени возбуждено, по последней информации, 7 уголовных дел в различных регионах страны. Я разговаривал с еще одним пострадавшим, с Игорем, он себе заказывал полисад, его точно так же кинули, его точно так же прокатили, так вот он рассказывает, как обстоят дела в разных регионах по возбуждению уголовных дел, и в одно дело, в одно производство все это не объединили, кроме того, в разных регионах возбуждаются дела по разным статьям, в каком-то регионе возбуждают по 158 статье, в каком-то регионе возбуждают по части 4 159 статьи, в каких-то регионах уголовные дела до сих пор не возбудили и не понимают, что делать со всей этой ситуацией, и по автомобилям точно так же, по-разному, насколько я знаю, на сегодняшний день 7 автомобилей встали на учет, то есть продавалось больше машин, практически весь автовоз был распродан, может быть, даже, кстати, он не один был, на самом деле, автовоз был не один, так вот, вся вот эта партия была распродана, и люди потом уже, когда поняли, что их кинули, то есть сначала каждый думал, что его кинули одного, но когда они все объединились и поняли все масштабы схемы, они начали копать и разматывать вот эти ниточки и клубочки и нашли, что пока автомобиль ехал на автовозе, то есть один, второй, третий, его уже активно продавали в интернете, то есть есть объявление, продается автомобиль такой-то, цена такая-то, и многие, из них, из автомобилей, к моменту, когда люди поняли, что их кинули, уже встали на учет, и сейчас, насколько я знаю, по большинству машин наложены ограничения, наложены аресты, есть вообще замечательные примеры, случаи, когда уже машину забрали, и в этом отличилась воронежская полиция, потому что они действительно сработали очень оперативно, из Воронежа съездили не больше, не меньше в Томск, там автомобиль изъяли, отвезли в Воронеж, и автомобиль сейчас уже находится у того, кто его заказывал, понятно, что он под ограничениями, понятно, что на ответственном хранении, но тем не менее, вот ребята из Воронежа молодцы, из Томска дернули эту машину, кто-то работает не так лихо, кто-то пока вообще не знает, как быть с этой ситуацией, вот как раз со вторым участником, с Игорем, когда я разговаривал сегодня утром, я у него спросил, подскажите, пожалуйста, вот по вашим оценкам, но вы же там как-то делитесь, какие машины в принципе везли и на какую общую сумму кинули, потому что я в этой группе не состою, кстати, в некоторых группах, когда делают какие-то группы, там по той схеме, по этой схеме, которые выходили уже у меня на канале, я даже иногда прошу, что меня добавьте в эту группу, я посмотрю вашу переписку, я там позадаю вопрос, так вот, в этой группе я не состою, но тем не менее, дайте мне, пожалуйста, оценку, насколько кинули людей, и Игорь мне сказал, автомобили были абсолютно разные, были Hyundai, были Kia, были BMW, были Audi, само собой, это все машины свежие, в хороших комплектациях, машины дорогие, и по его оценке, общая сумма китка составила, внимание, порядка 100 миллионов рублей, как вам такое, неплохо, да, но я на самом деле думаю, что эта сумма может поменяться, она, конечно, может поменяться в меньшую сторону, но с большей долей вероятности, она может передвинуться именно в большую сторону, и могут найтись какие-то новые пострадавшие, какие-то новые потерпевшие в этой ситуации, таким образом, мошенники из Владивостока создали клона транспортной компании, ну как клона, они просто взяли реквизиты реально существующей крупной транспортной компании, они взяли образец договора, они взяли печать, сделали по оттиску печать, хотя я думаю, что даже оттиск они не делали, печать они не делали, потому что печать, видно на договоре, что она проставлена в электронном виде, она просто нарисована и поставлена соответственно с помощью компьютера, так вот, сайт, создали левый сайт существующей транспортной компании, если обратить внимание на дату регистрации доменного имени, то доменное имя было зарегистрировано вот совсем недавно, просто совсем недавно зарегистрировали сайт, написали, нарисовали красивую обложку, красивую оболочку, и в ручном режиме просто двигали вот эту точку людям, то есть, когда люди смотрели на сайт транспортной компании, они действительно думали, что отслеживается автовоз, а им просто показывали мультики, просто показывали комиксы, передвигали вот эту точку по мере необходимости и затягивали весь момент кульминации схемы, также отдельно стоит отметить, что вот эти мошенники, помимо того, что кинули людей на огромную сумму денег, потому что вот тот же самый Сергей, например, тот же Игорь и все остальные, они же попали не только на стоимость таможни, они попали также на стоимость автомобиля, они переводили деньги в Корею по инвойсу, они полностью проплачивали стоимость машины, они проплачивали брокера, они проплачивали все, то есть, они попали на все деньги, один на 3 миллиона, второй на 5 миллионов, кто-то попал на больше, кто-то попал на чуть меньше, И отдельно хотелось бы сакцентировать внимание на том, что сама по себе компания-поставщик из Кореи, она во всей этой схеме, по крайней мере по моей информации, вот что мне говорят люди, она точно так же пострадавшая, они в шоке. То есть они свою работу, в общем-то, выполнили от начала и до конца, но их продинамили их партнеры из Владивостока. Соответственно, вот эти вот архаровцы, которые все это дело прокатили, они швырнули людей, они подставили реальную транспортную компанию, они подставили своих партнеров в Корее. И на сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом. Вот насколько опять же я осведомлен, мне сегодня утром сказали, что идейный вдохновитель и организатор и по совместительству директор вот этой ОООшки, которая являлась прокладкой и все это дело замутило, что он арестован и помещен, соответственно, в следственный изолятор, либо находится в отделе полиции, что вот буквально недавно человека действительно задержали. Автомобили начинают массово объявлять в розыск, их пытаются выдергивать. И тот самый случай сегодня, когда, вот смотрите, математика такая, пострадало 20 человек, ну пока будем отталкиваться от 20. Но на самом деле в зоне риска и в зоне повышенной потливости, скажем так, находится 40 человек. 40. Потому что автомобили практически все проданы. И здесь не будет той ситуации, как в поговорке или в пословице, что и волки сыты, и овцы целы. Обязательно кому-то будет больно. И как вот эта пропорция поделится? То есть здесь попадают либо те люди, которые автомобили заказали и попали на деньги, либо попадают те люди, которые эти автомобили купили. И точно так же попали на деньги, потому что у них их будут по итогу забирать. Опять же, будет ли равная пропорция? Здесь большой вопрос. Как показывает практика, в разных регионах по-разному могут суды посмотреть на ту либо иную ситуацию, могут разные статьи Уголовного кодекса применяться. И как это все будет в том либо ином случае? Вот здесь большой вопрос. Ну, 40 человек сейчас находятся в очень большом напряжении. Просто в безумном напряжении. И никто не знает, как все это дело кончится. Что должно было насторожить? Ну, во-первых, отправка денег на таможню посредством QR-кода. Отправка денег брокеру на его карту. Я понимаю, да, что это там человеческие отношения и так далее. Все мы знаем, как это работает. Скинь мне денег на карту, дай мне в долг. Не знаю, там, давай я тебе переведу, ты мне что-то купишь. В общем-то, через карту деньги действительно переводят туда-сюда. Но получилось так, что вот эта ОООшка, которая все замутила, она на свои счета вообще не принимала никаких денег. То есть, по большому счету, я, конечно, не хочу сказать, что они могут соскочить вообще со всей этой темы. Но ситуация, вот если посмотреть непредвзято, она выглядит следующим образом. Они, в принципе, не принимали никаких денег. Они даже не взяли предоплату при заключении агентского договора. Все потерпевшие платили напрямую за автомобили в Корею. Деньги за транспортную компанию, за вот эту левую фейковую транспортную компанию, также судей никто не взял. Деньги за таможенные платежи и за услуги брокера также не проходили через официальные счета. Поэтому, если начинаются какие-то движения с оплатой именно кэшем, с оплатой через QR-коды, переводы на карту, то здесь можно призадуматься и все-таки вашему контрагенту, человеку, с кем вы работаете, исполнителю услуг, вы можете предложить, что давайте все-таки, так как мы работаем с вами, мы не будем переводить деньги непонятно какому дяде, либо тете, а все-таки мы переведем деньги вам. Еще один момент немаловажный. Когда Сергею и Игорю и остальным людям, я с остальными не общался, но мне сказали, по крайней мере, вот два человека, что всех прокатили абсолютно как под копирку. Так вот, когда Сергею, предположим, сказали, что транспортная компания займется перевозкой его автомобиля, было озвучено, что с ним свяжется менеджер транспортной компании. Действительно, с ним связался человек, который сказал, я из такой-то транспортной компании, сейчас я вам пришлю договор. Понятно, что когда один находится в Москве, второй находится во Владивостоке, для того, чтобы подписать договор, крайне мало кто соберется действительно поехать во Владивосток, либо скажет, давай-ка мы с тобой встретимся на нейтральной территории, ну, например, в Красноярске, и там мы с тобой подпишем договор доставки моего автомобиля. Многие так и работают, в общем-то, практика обычная, но только ему предоставили поддельный договор, и здесь нужно учесть, что даже если вам кто-то присылает договор с печатью, с реквизитами, это вовсе не значит, что вам действительно присылает то юрлицо, которое в этом договоре указано, потому что можно получить реквизиты, ну, абсолютно легко, спокойно, можно позвонить в любую компанию, сказать, я хочу у вас заказать то-то, то-то, пришлите мне, пожалуйста, образец, пришлите мне ваши уставные документы, пришлите ИНН, пришлите УГРН, я согласуюсь с бухгалтерией, мы у вас там сделаем заказ, вам сразу же пришлют весь пакет. Так вот, что можно было сделать? Пообщались, поговорили, обсудили, а дальше, вот это, кстати, многим, может быть, поможет, если вы это запомните, дальше нужно было в интернете найти транспортную компанию, которой вам представились, посмотреть их ИНН, их УГРН, пробить, посмотреть, что это действительно они, все это делается абсолютно спокойно в интернете, посмотреть, когда эта фирма была создана, какие у них там обороты, но самое главное, нужно получить реальный номер телефона этой организации и позвонить туда и спросить, здравствуйте, я такой-то, такой-то, со мной связался менеджер, которого зовут, ну, предположим, Антон, вот этот Антон, он у вас работает, он мне предложил заключить такой-то договор, и вот в этом моменте вся эта история могла бы рухнуть, но схема очень интересная, она действительно отработанная, она действительно продуманная, и человек просто не ожидал, что его кинут именно со стороны подложной транспортной компании, тем не менее, как себя можно обезопасить в подобной ситуации? Во-первых, в идеале, конечно, просто таможить автомобиль на себя, тогда вам и не нужны никакие прокладки в виде каких-то агентов, которые будут вас сводить с корейской стороной, вы можете, нет, есть на самом деле хорошие фирмы, которые действительно нормально работают, привозят автомобили, я же ни в коем случае не пытаюсь накинуть пыли на всю эту область, что там одни мошенники, что вас кинут, обманут, нет, это далеко не так, но тем не менее, даже если вы подписались с какой-то компанией-посредником, вы можете сказать, что вы машину привозите, скажите мне, когда она будет в порту Владивостока, я лично прилечу из своего города, встречу автомобиль, и мы поедем на таможню, а вы, голубчики, пока подготовьте все документы, все необходимые справки, соберите все, что надо, можете там найти какие-то ходы-выходы, чтобы это все было побыстрее, чтобы все документы правильно были заполнены, у вас есть все нужные шаблоны, а я приеду и на себя протаможу машину. Вот этот вариант, он самый безопасный, причем он касается не только Владивостока, он касается вообще всего и Республики Беларусь, и российских таможенных постов, приедьте, сами сделайте на себя, пожалуйста. Это мы еще с вами не затрагиваем тему белорусских льготников, там еще, знаете, у нас с Вадиком будет, пожалуй, целый цикл передач на эту тему, ну ладно, пока оставим, подвесим интригу. Так вот, если без всяких льготников, это делается абсолютно легко и спокойно. Значит, второе, по возможности, я вам очень рекомендую еще один лайфхак. По возможности работайте с какими-то компаниями, с какими-то юрлицами через электронный документооборот. Например, я лично с очень многими своими партнерами работаю через Диадок. Есть такая система по обмену электронными документами. То есть физлицо также может работать с электронными документами. гораздо проще, это гораздо безопаснее, чем закидывать документы по факсу, я не знаю, по имейлу, фотографировать в WhatsApp. И самое главное, самое главное, кроме того, что документ будет подписан моментально, будет сохраняться полная история ваших взаимоотношений, но самое главное, вы гарантированно подпишите документ с тем юрлицом, который имеет право подписывать этот документ. То есть электронно-цифровая подпись, она оформляется на конкретное юрлицо. И если бы, например, все заказчики автомобилей сказали, что давайте-ка мы с транспортной компанией оформим документы через ЭДО, то подписать за транспортную компанию в ЭДО у мошенников не было бы абсолютно никакой возможности. Это тоже важный момент, прошу вас его учитывать при подобного рода сделках. Но давайте мы с вами сейчас еще посоветуем не только тем людям, которые заказывают автомобили, но и тем людям, которые покупают здесь автомобили. Потому что смотрите, в чем коварство ситуации заключается. Человек, который купил автомобиль, их на самом деле 20, но мы возьмем кого-то одного, вот один человек, да, отдельно взятый, он же покупал-то автомобиль фактически у собственника. То есть есть копия паспорта человека, на которого машина таможилась. Есть выписка из ЭПТС, где тот же самый товарищ вписан как владелец. И есть договор, который подписан точно так же этим человеком. Все, практически гарантия. Даже, ладно, мы не будем учитывать, что договор приехал в бардачке автомобиля. Но на сделку даже может приехать дроп. Он скажет, да, я владелец. Он действительно владелец, но по закону он владелец. Вот вам это нравится, либо не нравится. Он владелец автомобиля, собственник. И он продает автомобиль другому человеку. Все, схема прозрачная. Но есть один небольшой нюанс. Как можно, ну, может быть, не предотвратить, но, по крайней мере, предостеречь себя от подобного геморроя. И, кстати, вот этот вот момент, он многим пострадавшим в этой схеме вполне возможно очень крепко поможет. Так вот, когда вы встречаетесь с продавцом, вы задаете простой вопрос. Ну, во-первых, вы ли являетесь собственником? А второй вопрос должен заключаться в следующем. А покажите-ка мне, пожалуйста, платежку из банка, что вы оплачивали этот автомобиль. Не услуги какие-то посреднические, а что вы оплачивали инвойс. Покажите мне, пожалуйста, желательно, настоящую, то есть не электронную платежку, а пойдите в банк, получите копию платежки, получите документ соответствующий и покажите, что вы лично оплатили этот автомобиль. Человек говорит, я его не оплачивал, я прокладка, в общем-то, я дроп. Но вы же понимаете, что дропы не действуют сами. То есть дроп – это исключительно функция, небольшая функция за такую же небольшую сумму денег. Тогда в продаже должен фигурировать тот, кто этот автомобиль оплачивал. То есть тот, кто заказывал весь этот банкет, кто вкладывал свои оборотные деньги во всю эту историю, и кто будет от вас получать эти деньги. И вы вот этому человеку, который представляется собственником автомобиля, говорите, хорошо, давайте тогда введите сюда реального хозяина автомобиля, вы же номинальный, давайте сюда реального хозяина, пусть он показывает паспорт, и пусть он показывает, как он оплачивал этот автомобиль. И тогда у вас будет, ну, может быть, не гарантия, но хотя бы какие-то предохранители, что вы не покупаете автомобиль по подобной мутной схеме. И вот то, что люди сами проплачивали эти машины, в Корею закидывали деньги, вот это действительно может стать для многих из них спасательным кругом в этой ситуации. Хотя, опять же, не берусь абсолютно ничего предсказывать и предугадывать, как это может быть, и в какую сторону все это повернется. По этой схеме, по всей вот этой ситуации, которую я вам сегодня рассказал, мы будем пристально следить за развитием событий. Если будут какие-то новости, будут какие-то серьезные подвижки, в первую очередь я по уже сложившейся традиции об этом сообщу у себя в Телеграм-канале. Обязательно подпишитесь, ссылка будет в описании под видео, и на экране вы видите адрес моего Телеграм-канала. Также, если мы соберем какой-то массив информации, если будут какие-то новые данные, если активно пойдут движения по возврату автомобиля, то есть будет что еще показать, как зафиналить всю эту историю, мы обязательно снимем вторую часть по сегодняшней автозамуте. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить вторую серию, если она будет, но даже если не будет второй серии, вас ожидает много интересных историй, много схем, замут, автомобили криминальные, автомобили восстановленные после серьезных ДТП, поэтому, друзья, подписывайтесь, не пожалеете. На сегодня мы закончим. Подписывайтесь на канал, присылайте свои истории, предлагайте свои автомобили. Всем пока!